Многое изменений произошло за это время. Такое чувство, что ты живешь, продолжаешь жить дальше. Я считаю, что Ира вообще меня спасла от моего настроения. Такое психологическое настроение к жизни вернула. Помимо того, что подтвердилось врачами, у меня гиперплазия была больше 20 лет, с юности щитовидки, стала в норму щитовидка. Здорово, сегодня пишут, вот август месяц, 2017 год подтвердил. Потом, УЗИ подтвердила, да. Всю жизнь была гиперплазия, второй степени, или первая-вторая степень ставят. Зоб был сверху такой ощутимый, визуально даже на шее. В одной из лечений, из последних лечений, я встала со стола, просто почувствовали руками, визуально, что ушла вся опухоль, весь отек, с шеи спал. Это было настолько вот, ну, видно и мной, и Ириной, как бы, заметно просто было. Ну, и, конечно, во время лечения, вот, одно из лечений, оно было очень сильное, я вела себя необычно на столе. Как бы, до этого, накануне мы лечились, я поспокойнее вела себя во время лечения. Нестандартные-то как? Это какие-то движения были? Движения были, да. Вытягивания были, как-то очень сильно одна сторона вытягивалась к ушам. Вот, просто за плечо, как будто тебя кто-то тянул. Потом за ноги, как будто тебя кто-то тянул, вытягивал. Лас, я вот точно уже не помню, но я помню, что была какая-то ласточка на столе сделанная. В общем, захочешь так, так не сделаешь. Ну, вот, получается, за это время решили проблемы со щитовидкой, решили проблемы психологического характера. А, психологического характера, можете рассказать, какие проблемы были? Как работали у вас? Ну, мне не, я думаю, что мне это энергетическое восстановление не дало впасть в уныние. В депрессию идти, в уныние впасть, потому что по семейным обстоятельствам. У меня был развод с мужем после 27-летней совместной жизни. И, ну, двое детей, все это соответственно, в общем, я живу и радуюсь дальше жизни. Но я считаю, что это заслуга Ирина. То есть этот период прошел? Да, прошел, наверное, 4 или 6 было лечений как-то, вот, периодически во время всего этого. Я считаю, что помогло мне очень это. Просто раньше до врачей как-то вот не получилось дойти за эти два года. А получилось вот, что сейчас УЗИ сделанное. Потом у меня всегда лишние нервы мучили меня. Ну, не сказать, что они совсем меня мучили, периодически они давали о себе знать. Но во время массажа до них невозможно было дотронуться, общего массажа тела. Сейчас спокойно их никто не нащупывает, ни один массажист. Как бы излечились. И с одной, и с другой стороны. С 18 лет как бы вот я делаю массаж тела, и с 18 лет до них дотронуться было невозможно. Это я вот заметила. То, что ощутимо, и то, что очень заметно. Я вот еще сделаю УЗИ грудей. Я думаю, что у меня мастопатия ушла. Которая также была после рождения первого ребенка поставлена. Ну, я просто не дошла туда еще. Во всяком случае, меня не мучают никакие боли до и после менструального цикла. А еще вы работаете же косметологом, да? Да, да. Еще профессиональное. Да, есть профессиональное. У меня стали неметь кончики пальцев. И я думаю, может, артрит начинался какой-то. Потому что это были жуткие боли на кончиках пальцев. Я не знала, как я буду работать. А тоже ушло все это. Сейчас вот пальцы свободные, безболезненно. А как часто вы делаете сеансы? Мы прошли, наверное, 4 или 6 раз 2 года назад. Потом вот по весне мы проходили. Спустя 2 года мы прошли, наверное, раз 6. Честно говоря, я не помню. 6 раз, да? И вот осенью мы сделали один сеанс. Ну, я хочу сказать, что после сеанса, после Иринова, да, у меня был большой очень стресс. Вот в субботу мы делали. В понедельник у меня был жуткий стресс. Наверное, вот если бы не накануне лечения, я не знаю, что со мной было. У меня ребенок старший, 20-летний, потерял сознание просто, да, в поликлинике. Я не знала, что он теряет сознание. Я думала, что я теряю ребенка. Я отошла только к вечеру. Но все равно вот я считаю, что лечение вот накануне, оно меня как-то поддержало. Потому что, ну, я бы, наверное, вместе с ребенком падала. Я просто не знала, что он теряет сознание после функции, что это все так. Я думала, что вот на глазах я теряю ребенка. Но это, ну, страшно было в первый раз в жизни. И потом, когда вот все это прошло, я понимаю, что меня немножко еще поддержало в этот период, что накануне было лечение. Как-то не дало впасть в панику в такую. Нет, у меня перестала одышка мучить, как таковая меня. Я, у меня курение очень большой срок, тоже лет 29, наверное, да, я курю. Ну, как бы, что здесь скрывать, с прерыванием на двух детей, как бы там. И я заметила, что вот по нашим этим горкам, одышка была у меня жуткая. Я как-то веселее хожу по ним. Я перестала мучить она. Ну, нету такой вот одышки, как была раньше. Я не задыхаюсь так. То есть, если по мелочам вот так вот брать состояние свое, то можно много плюсов найти там, там, там. Под коленом болела, прошла боль. То есть, иногда ты болит так, что по ступенькам ты спускаться просто не можешь. Но, как бы, хочется поплевать, я не знаю, но вот пока это не мучает. Ну, мне не хочется на весь интернет рассказывать, что я с мужем развелась, как бы, в общем-то. Можно чудесные сеансы исцеления, что это из себя представляет? Как выглядит сеанс? Когда я лечу людей, кто-то что-то чувствует. Есть люди, которые вообще ничего не чувствуют. А есть такие у людей, у кого-то видение, у кого-то даже запахи какие-то в носу. Интересные видения рассказывают. Некоторые засыпают, причем даже храпят, что стены. Дрожат. Причем большинство спит на сеансе. Проваливаются и спят. Облегчение, легкость какая-то. Как сеанс проходит? Ну вот, вот так и проходит. Мне когда-то самой в детстве помогла одна женщина, когда я была совсем маленькая. И причем я вот это узнала недавно. Сказала моя мама мне тогда. Она просто сказала моей маме, что не плачь, она выживет. Я уже как бы там, ну, при смерти была. Она была народная целительница. Она меня всю ночь лечила какими-то там своими методами. Вот. И причем мне тогда была еще свидетель... Моя тетя, она сказала, не плачь. И она будет жить. У нее будет много детей. У нее все будет хорошо. И она будет обладать великим даром. Это я вот просто это узнала. И мне даже интересно стало. И после этого как бы заинтересовалась. Я замечала за собой в детстве какие-то там моменты. Не в детстве. И вообще в процессе своей жизни я замечала за собой много интересных моментов. Но пошла потом вот в интернете, попала на сайт Натальи Зайцевой Пупбай. И вот решила пойти на тета-хилинг сразу. Прошла тета-хилинг. И потом пошла, ну параллельно уже потом пошло энергетическое лечение. Ну и вот мне как-то вот у меня пошло вот это энергетическое лечение. Просто так получалось, что у всех результаты, за кого я бралась, у всех людей результаты. И вот я продолжаю этим заниматься. И мне это нравится. Нравится в том, наблюдать, как у людей происходит, меняется качество жизни. Как люди меняются в лучшую сторону. Ну так как-то.